Всем доброго дня! И сегодня я хочу вам показать, как мы окрашиваем корни и длину в домашних условиях. Меня зовут Кристина Хромойкина, и все прекрасно знают, что я противница домашнего окрашивания. Ну, исходя из нынешней ситуации, что сейчас все заперти дома, пусть это ненадолго, или некоторые не могут себе позволить ходить, окрашиваться в салон красоты, поэтому мне хочется делиться с вами советами и рекомендациями от профессионала, не от обычного потребителя, да. Я являюсь мастером-парикмахером, ведущим специалистом студии красоты Грива, создателем и директором студии красоты Грива. Это салон красоты, который занимается непосредственно волосами. Сегодня буду окрашивать свои волосы и буду вам рассказывать все нюансы, да, и все необходимое. Буду окрашивать красителями Матрикс. Почему выбрала Матрикс? Мы работаем в салоне Формавита, работаем Нервэль, Лореаль, все линейки, работаем Редки, но Матрикс продается практически во всех профессиональных магазинах. Можно купить его легко в интернет-магазине, поэтому вот, в принципе, показываю его. Сегодня у меня будет Матрикс Амиачная серия, у меня немножечко появилась едины, очень светлая, практически блонд, очень быстро смывается любой цвет, хочется более насыщенного цвета, амиачная он будет все-таки такой более глубокий и будет дольше держаться. Буду окраситься трехпроцентным оксидом, я показываю все как будто как дома, несмотря даже на хашталу, у меня просто в баночке 100 миллиграмм оксида трехпроцентного. Здесь у меня две красочки сегодня, я буду краситься красителем 6А и буду краситься краситель 7М. Смешаю один к одному, чтобы получить что-то между шестеркой и семеркой. Кисточка-мисочка у меня самые обычные. Открываю вот такой наборчик, вот такой наборчик для домашнего окрашивания, когда у нас заказывают красители. Краситель также может заказать через наш интернет-магазин Krivo.store или написать в нашу WhatsApp, ссылочка все здесь есть. Если мы вам подберем набор для окрашивания по вашему типу, цвету волос и отправим вам. Вот такие штучки-наборчики туда включены. Кисточка, две пары перчаток, одни попроще, другие получше, но, собственно, может они вам пригодятся сразу обе. Плотенчик и пенюарчик. Ну, плотенчик как-то как использует, ну, вообще, в идеале, конечно, его используют после того, как помыл голову после красителя, чтобы все, им убрать лишнюю влагу и не спачкать свое домашнее плотенце. Я его сейчас использую сначала на шею, а потом уберу им лишнюю влагу. Пенюарчик одноразовый. Извиняюсь, микрофончик закрыла. Кто-то там дома целлофановые мешки использует, но мне кажется, что с пенюарами проблем нет. Я просто его вот так запрокидываю назад, завязываю спереди. А не пугаемся сейчас моей грязнющей головы, но она с виду очень грязная, на самом деле она не грязная. Я ее помыла, давайте буду даже без пенюара, потому что иначе у нас с вами не получится нормального звука. Микрофончик у нас тут. Занимаюсь сейчас стимуляцией роста волос и уже два дня подряд, утром и вечером наносила масло, поэтому волосы такие маслянистые, у меня в масле мять и крапива. Но не пугайтесь, это не грязь. Вот, собственно, я разделяю все по проборчику. Сейчас разведу краситель. Если дома нет весов, в принципе, если вы дома на постоянной основе, красите самостоятельно, вы можете купить весы продуктовые, там, в Эльдорадо или еще в каких-то магазинах рублей за 250, за 300. На всех красочках есть такие рисочки, пометочки, вот я вам сейчас поближе покажу. Видно, поскольку миллиграмм. В краске тут осталось, если тюбик у нас 90, осталось 60. Я выдавлю половину. Тут тоже есть вот тут рисочка, и вот тут я до этой выдавлю. Ну, для меня это будет такой ориентир. Это я 6А выдавила, и сейчас возьму 7 МОКО. Здесь по количеству ровно столько же осталось, и столько же я выдавлю. То есть у меня прям будет разглядяно один к одному. Убираем стороночку. И выливаю практически весь оксид. Краска Матрикс разводится один к одному. Тщательно размешиваю. Если у вас нет седых волос, если у вас достаточно темный цвет волос, вы хотите просто придать блеск, то вы можете покупать Матрикс безымячной серии. У них есть и мячная, есть и безымячная. Тоже, да, консультанты в магазине вас проконсультируют. Я думаю, это не окажется проблемой. В среднем краситель размешивается 45-60 секунд для того, чтобы ненужное количество мяка испарилось, и чтобы достичь однородной консистенции и смешать между собой красители. Я накину целлофан хотя бы себе на коленки, чтобы одежду не испачкать в случае чего. И, собственно, мы с вами пойдемся по проборчику, да. Я даже буду дальше корней красить. Кто красит только корни, то по корням я буду дальше корней, потому что я хочу полное окрашивание сделать всех волос. У меня цвет уже подсмылся. Кисточкой отделяем. И, соответственно, проходимся дальше. Забыла одеть перчатки. Ошибочка. Без перчаток не красимся, иначе убьете все свои маникюры и руки. Одеваем перчатки. Время выдержки красителя будет 35 минут. Если вы окрашите только корни, нанесли на корни через 35 минут смели. Если длину и корни, нанесли на корни, через 10 минут нанесли на длину. И, собственно, от корней вы засекли 35 минут. Краски мы не жалеем. Если у нас есть седина, это обязательно. То есть краска должна накладываться, а не размазываться. Иначе краситель не сработает. Это вам не палет. Это профессиональный хороший мягкий краситель. Конечно же, красимся дома в зеркало, поэтому я сейчас отвернулась немножечко в зеркало, чтобы точно прокрасить все. Прокрасили одну сторону, переходим на вторую. Проборчики делим не толстые, не тоненькие, а средние. Сейчас будем перебираться с вами на затылок. Как мы это делаем? Я всегда поднимаю затылочную часть кверху и непосредственно прохожусь по затылку. И отделяю вниз попрядно. Конечно, по ощущениям вы там ничего не видите, но все же. Поэтому я беру краски побольше, чтобы точно все промазать. И пряди отделяю все выше и вниз. Вниз так удобнее. Вроде все. По бокам пройдусь еще аккуратненько, чтобы точно все везде было прокрашено. Это все в зеркало можно увидеть, почувствовать ручками. Еще точно для проверки все, еще раз пройдусь. Разделю рядочки. Могу красочку чуть подальше растянуть. И, собственно, чтобы точно быть уверенной, что я все прокрасила, я делаю вот такие движения. Запускаем ручки и делаем эмульгацию, для того, чтобы у нас каждая волосиночка в корнях была прокрашена. Разношу ручками по краевой линии роста волос. Такое ощущение, что я сюда не несла, я да не несу еще. У кого седые волосы, когда вы сделали эмульгацию ручками, берете прям кисточку с краской и по седым волосам еще разочек прям просто накладываете краситель побольше. Особенно очень часто вот такие, скажем так, стекловидные, неподатливая седина, она вот именно вот на вот этой зоне находится. Поэтому прям накладываем красочку, то есть мы ее прям большим слоем здесь оставляем, чтобы она сработала. Но если у нас седина, мы будем с вами, конечно, не на троечке краситься, а на шестерочке. У меня седины количество маленькое, я просто хочу хороший плотный цвет, поэтому я крашусь на тройке. Тонирование производится матриксом, обезыммиаченным на оксиде 2,7. Если мы красим и длину, и корни, и у нас много седых корней, то мы корни красим шестерочкой, длину мы красим троечкой. Ну что, собственно, я сейчас посижу 10 минут с корешочками, и потом нанесу на длину, и, соответственно, продемонстрирую, как я буду наносить все на длину. После того, как я нанесу на длину, я засеку еще время выдержки 20-25 минут, потом все это смою и приступлю к укладочке. Ну что, поехали дальше. Просидела я с длиной чуть больше 10 минут, сейчас буду наносить попрядно все, с корнями, точнее, просидела попрядно все на длину. Краска та же, беру на ладошку, наношу по ладошке, сколько мне нужно, но не жалею. И, соответственно, распределяю. Так, накину целлофан. Распределяю, эмульгирую по волосам вот такими вот движениями. Можно прочесывать, конечно, расчесочку, но я лучше за то, чтобы это делать руками. Прядочки берем не очень толстые, берем средние, чтобы все полностью промазать, не оставить нигде ни одной волосюшечки ненужного цвета. Опять же, да, если мы красили только корни, мы нанесли на корни. Если у нас время выдержки красителя 35 минут, выдержали 35 минут на корнях. Пошли в ванную, на моечку, да, как это у вас там весь процесс организован. Немножечко смочили длину и с корней чуть-чуть растянули на длину и смыли, и все. То есть, если нам не нужно окрашивать длину, мы просто придадим ей легкий блеск. Мне окрашивать нужно, потому что я хочу чуть понасыщеннее, чуть потемнее. Я вообще люблю волосы после окрашивания, они очень послушные, блестящие, потому что волосы наполняются пигментом. Тут и главное, краска волосы не портится. Волосы портят руки из жопы, неправильно подобранный оксид и агрессивный краситель. То же самое я делаю со второй стороной. Я думаю, тут уже можно ускориться и, в принципе, не рассказывать ничего. Ну что, собственно, я нанесла все на всю длину. Сейчас дополнительно, чтобы убедиться в том, что я все прокрасила, разделю волосы на две части и смульгирую еще дополнительно. Если кажется, что не хватает красочки, я ее чуть-чуть беру и наношу. Особенно это часто может казаться и так и быть на концах, если волосы пористые, поврежденные, кудрявые, жесткие, длинные, густые. Я наношу еще и прохожу аккуратно ручками, между каждой прядочкой, вот так вот делая пальчиками. Заворачиваем одну шестик и то же самое делаю с другой стороны. Чуть-чуть добавляю красочки, чтобы наверняка все окрасить. Особенно прорабатываем концы. Заворачиваем гулечку. Засекаем 20 минуточек. Через 20 минуточек я пойду смывать. Краску мы обязательно смываем шампунем. То есть это основа основ. Это нужно понимать, что краситель мы смываем шампунем, кожу головы смываем дважды. Это тот случай, когда с длины мы тоже смываем шампунем. В обычной жизни, если у нас не окрашенные волосы, а просто мытье волос, то шампунь мы наносим только на кожу головы. После окрашивания я дважды помою голову шампунем. Обязательно завершаем любое мытье, неважно после окрашивания оно или просто обычная помывка волос, кондиционером или масочкой. Аккуратненько отжимаем все плотенчиком. Наносим на волосы термозащиту. Если будет какая-то укладка с объемом, то дополнительный стайлинг, будь то мусс, будь то спрей с какой-то степенью фиксации. Соответственно, подсушиваем потом волосы на 80-90% или даем им высохнуть на 80-90%. Только потом уже подсушенные или высушенные самостоятельно способом высохшие волосы. Мы прочесываем и только потом приступаем к укладке феном с брашингом или феном с щеткой, у кого он уже вместе соединен. Или полностью высушиваем волосы феном, просто расческой прочесываю, потом накручиваем, если вы накручиваете на плойку или на щипцы. Ну, собственно, вот. Все, поехали. 20 минут, через 20 минут смою, сделаю укладочку, покажу вам результат. Ну что, я закончила со своим окрашиванием самостоятельным. Высушилась, уложилась, можно поближе посмотреть цвет, как он выглядит, смотрите. Я хотела что-то нейтральное, ближе к теплому. Мне кажется, это получилось и на уровне шестерочки, с учетом того, что волосы пористые. Раньше были достаточно светлые, поэтому краситель смывается быстро. По правилам, я надеюсь, что вы все запомнили. Я брала краситель Матрикса мячный. Если у вас нету седины, то можно взять безмячную серию. Наборчики для окрашивания вы можете заказать у нас, написав нам в наш аккаунт Кристи Хейер. Можете оставить заявочку на домашнюю косметику и в помещиках в комментариях отметь, что тоже домашний набор заказать. Мы с огромным удовольствием вам индивидуально подберем набор косметических домов для окрашивания и ухода. Ну вот, собственно, все выглядит как-то так. Все время вместе мне заняло... Минут 7 я наносила на корни, минут 5 на длину, высиживала 30 минут, смыла, посушила. Все вместе в домашних условиях мне это заняло час. На корни при укладке я наносила мусс для того, чтобы приподнять немножко корни. По длине я наносила эссенцию LADOR Hire Silk Rink, но мне кажется, я не в каждом видео говорю. Она термозащита на силиконовой основе, плюс разглаживание, плюс блеск. Вот так вот выглядят волосы. Уже даже после моей короткой стрижки немножечко отросли. Дальше будет еще много интересных видео. Всем отличного времени суток. С вами была Кристина Хромойкина. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok